После нескольких недель сопротивления и дискуссий внутри правящей коалиции, после необычно жесткой критики со стороны союзников и Украины, Германия решила поставлять Украине тяжелое вооружение, что привело к изменению позиции Олафа Шольца. Я не думаю, что это правильное впечатление. Мы всегда говорили, что пытаемся поддержать Украину чем можем, политически, экономически, финансово и военными средствами. И это ответственная позиция. Мы делаем это в очень тесном согласовании с нашими партнерами. И сейчас мы поступили точно так же. Речь идет об оборонительной бронетехнике. Так было решено, потому что украинцам требуется себя защитить. Зенитные самоходные установки – это оборонительные вооружения. Поэтому я не вижу изменений в политике. И кроме того, следует обратить внимание на второй аспект. Мы помогаем украинцам, насколько это возможно, при этом не повышая риск вовлечения самой НАТО или Германии в войну. Кажется, больше никто не обеспокоен тем, что НАТО вовлечется в войну, если его члены помогают украинцам вооружениями. Германия также продолжает импортировать российский газ, финансируя войну Путина. Не является ли это непоследовательным? Во-первых, я не думаю, что вы правы. Это ваша оценка. Поскольку и президент Байден, и президент Макрон действуют таким же образом, как и Олаф Шольц, консультируясь тесно с союзниками. И нам нужно уйти от зависимости от российских энергоносителей как можно скорее. Это правильно. Однако, как скоро? Эта ситуация в разных странах разная. Потому что санкции должны наказывать ту сторону, вместо того, чтобы останавливать нашу промышленность. Мы ускоряем процесс отказа, но это невозможно сделать за один день. Насколько вы обеспокоены тем, что теперь Путин решил остановить поставки газа в Польшу и Болгарию? Все очень шатко. Если Россия отключит газ Германии, что тогда? На самом деле, мы готовимся к этому сценарию. Мы ожидаем, что этого не случится. Поживем – увидим. Но фактом остается то, что мы должны стать независимыми от импорта российских энергоносителей как можно скорее. Именно этим и занимается правительство Германии. Ваш бывший однопартиец Герхард Шрёдер по-прежнему близок к Владимиру Путину. Насколько еще сильны в вашей партии пророссийские настроения? Я, опять-таки, не согласен с тем, как вы это описали. Социал-демократы всегда считали, что в долгосрочной перспективе безопасность в Европе можно обеспечить лишь совместно с Россией. Герхард Шрёдер не в политике с 2005 года, то есть уже 17 лет, и совершенно не имеет влияния на сегодняшнюю политику. Поэтому предположение о нашей близости к российскому руководству является некорректным. Украина запрашивает от Германии больше вооружений. Что вы скажете на это? Но, опять же, как я уже сказал, мы те, кто пытается поддержать украинцев как можно лучше, политически, экономически, финансово, с помощью гуманитарной помощи, а также военной. И все же мы должны прилагать усилия к тому, чтобы война закончилась как можно скорее и не переросла в конфликт с прямым вовлечением в него нашей страны или НАТО. И я думаю, что эти опасения разделяют и другие, хотя публично создается другое впечатление. Придется. Какии обложения принесли от одних, хотя публик地 объяв Iya It's a different one.